Парад в честь Дня Победы в этом году не состоится. И мы не увидим на трибунах героев-ветеранов. Сегодня почти невозможно представить, какой великий подвиг совершили парни и девушки, смотрящие на нас с портретов бессмертного полка, которые есть в каждой семье. Сколько сил, отваги, мужества понадобилось, чтобы победить фашизм. И какой ценой достались им ордена и медали, которые так ярко блестят в майских солнечных лучах. Здравствуйте! Простая история о подвиге народа, которые нельзя оценить ни званиями, ни наградами. В старых советских фильмах о войне, да и в сегодняшних российских, мы видим, что почти у каждого солдата или офицера на гимнастерке обязательно красовались медаль или орден. Современные скептики могут говорить, что это бутафория, киношный штамп. Что, все на фронте были героями? Не все, но очень многие. И награды получали заслуженно. С самого первого дня и до последнего. Летчик Владимир Каменщиков открыл счет с битым немецким самолетом 22 июня 1941 года. Он служил в Могилеве. В ночь, когда началась война, проснулся от разрывов снарядов и бомб. Побежал на аэродром и сразу получил приказ подняться в воздух. Вот что вспоминал Владимир Григорьевич в одном из интервью. Над Белостоком встретил два немецких МЕ-109. Одного сбил, второй ушел. На встречу новое звено, а патронов нет. Бак с горючим находился прямо под сиденьем. В него и попал вражеский снаряд. Расстегнул ремни, выбросился на парашюте и, как горящий факел, повис в воздухе. Тут миссеры заходят и очередями по мне. «Помогли, перебили стропы, и я камнем полетел вниз и в воду свалился. А купол меня накрыл. Если бы не это, сгорел бы заживо. Не долетел бы до земли». С ожогами лица и рук летчик добрался до госпиталя, но через несколько дней сбежал в свою часть. Из-за того, что голова была перебинтована, не мог надеть шлемофон. Так перебинтованный и вступил в бой. Разведывал дороги на оккупированной территории. Когда возвращался, встретился с 11 немецкими истребителями. Пошел лобовую атаку и сбил ведущего звена. А затем еще три вражеских самолета. Прежде чем его самого ранили. Спасли зенитчики, которые открыли огонь, и немцы стали уходить. На бреющем полете добрался до аэродрома. Потом техники насчитали 280 пробоин в корпусе самолета. Через полтора месяца после начала войны был представлен к званию Героя Советского Союза. При защите Москвы получил тяжелое ранение в голову, но через несколько месяцев снова был в строю. Погиб Владимир Григорьевич 22 мая 1943 года. На его счету было 48 сбитых лично и в группах вражеских самолетов. В процентном соотношении к другим родам войск летчиков чаще награждали орденами. Не потому, что они были офицерами и членами партии, а потому, что подвиг проще было доказать. Оказывается, было и такое. Александр Покрышкин и Иван Кожедуб стали трижды героями Советского Союза. Их превзошли лишь четырежды герои. Маршал Победы Георгий Жуков и Леонид Брежнев, получивший свои звезды после войны. Единственный кавалер пяти орденов Отечественной войны первой степени был Идель Портной. Один из его подвигов, когда он в бою уничтожил с десяток фашистов, причем троих в рукопашную. А последний орден получил во время войны с Японией за сбитый из пулемета вражеский самолет. Кстати, Идель Шамильевич не единственный, кто совершил такой подвиг. Наш земляк, шахтер-забойщик Александр Панченко совершил такой же подвиг, только гораздо раньше. Мы подходили к городу, два самолета налетело, о какой марке, черт его знает, не знаю. И вот первый, который шел первую в атаку, то восьмая тарковая бригада здесь и вся, он хотел бомбить. Ну, я с крупнокалиберного Браунинга. Этот сбили бы. Второй и шел, и тоже, наверное, попало ему. И он сразу же этот рухнул, а второй развернулся и ушел. За сбитый самолет старший сержант Александр Панченко был награжден орденом Красной Звезды. В мае 45-го года в Берлине он, командуя взводом, проделал то, что под силу только специально обученной команде разоружил и взял в плен 14 тысяч немецких солдат и офицеров, скрывавшихся в метро. Об этом подвиге не написано в учебниках, но он хорошо известен по художественной литературе. Другой наш земляк, Петр Трофимов, часто вспоминал свой самый первый бой и первого убитого фашиста. Я был пулеметчиком. Иду с пулеметом. И примерно метра полтора до линии третьей обороны не дохожу. Поднимается немец и тоже с пулеметом. Но я вперед успел нажать на гашетку. У дегтяря в диске 47 патронов. Старые, если диски. Новые диски, в этих было 41 патрон. И я как нажал на гашетку, и все ему 47 патронов садил в черепок. Мойте себе представить, что получилось. Если бы я тогда струсил и побежал назад, с меня бы никогда уже не было бы бойца. Никогда. Идешь в атаку, естественно, страшно. Но дело в том, что у тебя голова должна крутиться на 180 градусов. Это раз, чтобы ты видел товарища своего и видел немцев. Кто-то делает хотя бы на расстоянии, ну, 10-12 метров. За этот бой Петр Трофимов был награжден медалью за отвагу. Нет ничего удивительного в том, что обычные шахтеры, токари, столевары, слесари, водители, колхозники, ставшие солдатами, проявляли смекалку, дерзость и отвагу. И мужество. Сержант Нина Петрова стала одной из четырех женщин, полных кавалеров солдатского ордена славы. До войны работала инструктором стрелкового спорта в Ленинграде. В 1941 году ей исполнилось 48 лет. Она не подлежала призыву на военную службу, но добровольно вступила в ряды народного ополчения и стала снайпером. Учеником Нины Петровой в снайперском деле был академик Николай Морозов. В 1942 году он добился, чтобы его отправили на фронт, объяснив в военкомате, что работает над усовершенствованием оптического прицела. Было ему на тот момент уже, внимание, 88 лет. На одном из заданий пролежал в снегу полдня, ожидая вражескую группу. Меткими выстрелами перебил всех фашистов. На фронте пробыл всего месяц и считается самым пожилым участником Второй мировой войны. Нина Петрова погибла 1 мая 1945 года. Всего за годы войны кавалерами Ордена Славы стали 2671 человек. Ценность и значение этой награды можно понять только в сравнении с другими наградами Великой Отечественной войны. Только за одно сражение, битву за Днепр, героями Советского Союза стали 2438 человек. Среди них наш земляк, шахтер шахты 3С Максим Пугач. Самой ценной наградой для солдат считается медаль за отвагу. Единственный человек, у кого на груди было 6 таких наград, сержант медицинской службы Семен Грецов. После контузии и обморожения ног врачи хотели комиссовать его, но он добился перевода на должность санинструктора. Впоследствии с поля боя вынес более 300 раненых бойцов вместе с оружием. Медалью за отвагу в декабре 1944 года была награждена санинструктор Татьяна Ивановна Попова, родная бабушка голливудской кинозвезды Милый Йовович. Согласно рассекреченным документам, Татьяна Попова также в годы войны была награждена медалью за боевые заслуги и двумя орденами Красной Звезды. Накануне 75-летия Победы знаменитая внучка выложила фото боевых наград бабушки на своей странице в Инстаграм, тем самым подчеркнув свое бережное отношение к памяти героев и великому подвигу советского народа. Но были на войне и такие, кто лишался наград. Заводского слесаря Дмитрия Кахановского призвали на фронт 23 июня 1941 года. Служил разведчиком, прошел всю войну, победу встретил в Берлине. Там ему и сообщили, что вся семья, которая оставалась в Киеве, жена, дочь, родители были расстреляны немцами еще в сентябре 1941 года. Можно понять состояние человека, прошедшего всю войну и в День Победы узнавшего о том, что все, ради кого он воевал, погибли. За грабеж и издевательство над местным населением Кахановский был арестован. Ему дали 4 года. И только на суде, когда лишали всех наград и званий, выяснилось, что он является кавалером пяти орденов славы. В 1947 году амнистирован, вернулся на свой завод. А в 1949 вновь осудили за то же самое преступление. Вышел на волю во второй раз весной 1952 года. К удивлению, в военкомате ему вернули три ордена славы, а об остальных девяти орденах и медалях посоветовали забыть. Вот такая простая история. Редактор субтитров А.Семкин